Вы смотрите «Утро с репортером». Мы продолжаем. Ну и, конечно, поговорим сегодня о, наверное, самом прекрасном времяпрепровождении, которое только может быть у детей и школьников. Ой, да. Вот я уже погрузилась во все эти воспоминания. Ты помнишь свои лагерные годы? Ну, естественно. Кто был на сменах, тот никогда этого не забудет. Поэтому об этом, о том, как сегодня отдыхают дети, и отдыхают ли вообще летом в лагерях современные дети, поговорим с гостями в нашей студии. Здесь у нас Дикого Наталья Владимировна, региональный координатор проекта «Навигаторы детства. Профильная смена. Содружество Орлят». И Марина Сергеевна Евтушенко, руководитель образовательных программ Центра выявления и поддержки одаренных детей в Ульяновской области. Алла и Паруса, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе. Ну как, отдых детей идет? Прям, наверное, самый разгар? Середина лета? Середина лета, и это уже, наверное, даже не первая и не вторая, а уже третья смена начинается, она совсем вот уже близится, и скоро-скоро откроет свои двери. Заканчивается вторая. И столько уже детей, мне кажется, посетило. Лагеря разного направления, что, наверное, уже с честь их можно только по общей цифре обучающихся в Ульяновской области. А вообще сейчас все-таки такая тенденция. Раньше, по-моему, просто приезжаешь в лагерь и отдыхаешь. Сейчас такое ощущение, что вот эти вот тематические смены, их становится все больше и больше, они настолько разнообразные, что каждый ребенок может найти именно то, что ему нравится. То есть это действительно так, да? Вот тематика смен сейчас максимально актуальна. Тематические смены, мне кажется, это такой классный тренд, который развивается и у нас в области, и в том числе и нашим центром. В выявлении и поддержке одаренных детей Аллы и Паруса любой ребенок может найти себе занятие по интересам. Вот, например, наша тематическая смена «Астромафия», она включает три образовательных модуля. Астро-астрономия, математика, физика. И после обеда у ребят есть факультативы, это занятие по интересам, это, может быть, и рисование, математика, и астрономия, и программирование, и даже вот паяльная станция у нас была. Чего только нет. То есть это такой вариант для активного отдыха детей, кто не хочет просто так лежать где-нибудь на песочке, а хочет что-то созидать. Тюленить не получится, да. Вот это хорошо. А спать-то будет время? Да. Но, кстати, даже ночью мы детей поднимаем, чтобы в телескоп посмотреть на восхождение планет. А, ну... Интересно. Да, это как раз вот первая часть модуля астро-астрономия. Здорово, действительно. А Содружество Орлят, это что такое? Содружество Орлят – это пятая образовательная смена огромного проекта всероссийского, который называется «Орлят России». В течение учебного года ребята активно познают семь модулей. Орленок – лидер, Орленок – спортсмен, Орленок – мастер. Ну и, в общем, там дальше продолжать не буду. Кому интересно, я думаю, заинтригуем, да, и пусть посмотрят сами. А еще лучше поговорят со своими детьми, обучающимися начальной школы, которые действительно погружены в эту программу. И пятая смена летняя, она у нас длится все лето. Начинается она в июне, когда пришкольные лагеря открывают свои профильные смены именно по проекту «Орлят России». Программа всероссийская, разработана в Орленке и очень активно движется по стране. Следующий этап – это региональная смена. Мы тоже собираем ребят. В декабре месяце запустили информационную кампанию, и уже в январе, к середине, наверное, у нас не было мест, потому что наших Орлят достаточно много. И хотят отдохнуть с большим удовольствием все те, кто понимают вообще, о чем пойдет речь. Потому что две смены в течение учебного года у нас проходят в образовательном центре «Юность». И вот эта третья большая, огромная, 170 человек, она действительно будет тоже очень активная. Потому что вот говорили про профильные смены и что нет времени поспать. Но, ребят, психология такая, что если мы дадим им время на какую-то пустоту, то эта пустота будет обычно заполнена фантазией ребенка и действиями ребенка. А мы знаем, что у ребенка не всегда правильные мысли о том, как себя вести, куда пойти, что сделать. Очень часто можно столкнуться и с девиантным поведением, и мы максимально стараемся предотвратить и объяснить ребятам, как же можно отдыхать. Так вот почему в юности всегда было такое плотное расписание. Конечно. Чтобы не было даже никакой мысли подумать о чем-то плохом, о каком-то хулиганстве. Ну, хотя иногда, наверное, и нужно. Чуть-чуть похулиганить. Конечно, похулиганить. Но мы даем возможность, когда ребятам выдается задание, пофантазировать, похулиганить, придумать свои идеи, придумать свои занятия. И что характерно для программы «Орлята России», это коллективно-творческая деятельность в целом, что ребята через социально-активную деятельность проявляют себя, придумывают собственный проект и придумывают собственные задания, придумывают собственные какие-то социальные идеи и реализуют их. Вот всегда понимал, что вот там лидерские смены, какие-то творческие смены, это как будто бы воспринималось всегда как прямая составляющая летнего отдыха. А вот когда начинают говорят, математическая смена, физическая смена, здесь-то в школе им уже хватает, а тут еще летом заставляют этим заниматься. Или нет? Или просто переключается внимание по-другому? Мне кажется, что наша естественно научная образовательная смена притягивает тех ребят, которые хотят знать больше и даже лето используют для того, чтобы пообщаться с топовыми педагогами. Педагогами смены у нас являются ведущие преподаватели, кандидаты различных наук и технических, и физико-математических, и не каждый лагерь может похвастаться таким педагогическим составом. И ребята говорят, что им, ну, некоторые ребята говорят, что им мало, они хотят больше. Уже педагоги устают, хотят тоже отдохнуть, позагорать. Нет, дайте еще задачку. Это на самом деле счастье, с такими детьми встретиться. Очень заряжает общение с такими ребятами. И, в общем... А вообще таких ребят действительно становится от года к году больше тех, кто даже летом тянется к знаниям. К счастью, да, потому что новый ребенок, который в такой смене не был, он сначала ругается на родителей, вы меня обманули, вы сказали, что здесь детский лагерь, а тут учиться нужно. То есть адаптация проходит, и потом ребенок, попадая в такое сообщество детей, которые хотят знаний, начинает этим вирусом, полезным вирусом заражаться. Ну, или, наверное, вовремя понимает, что, возможно, это направление не для него. Такое тоже бывает, да. Потому что это же тоже важный момент, не заставлять заниматься тем, что не нравится. А пойти и попробовать все, и сделать вывод. Да, конечно. То есть в этом году, естественно, научные попробуем. Ну, ладно, не зашло, в следующем году на творчество поедем. То есть надо же ребенку давать вариативность вот эту. Конечно. И вот на факультативах, например, ребенок раскрывает свои творческие способности. Скажем, он, оказывается, ему нравится паять или рисовать. Да. А где бы он это попробовал, как ни в лагере. Конечно. А еще вся эта образовательная программа выглядит как побуждение ребенка любить учебу. То есть вы сталкивались с этим, что родители, например, после смены вас благодарили и говорили, боже мой, вы сделали из моего ребенка просто суперзаинтересованного гения. Родители говорят, спасибо за то, что теперь ребенок просит мне купить телескоп или паяльник. Теперь у него появилось новое хобби. После нашей смены есть ребята, которые увлекаются астрономической фотографией. То есть они уже привыкают смотреть в небо, видеть интересные явления. Позавчера, например, у нас над городом были серебристые облака. Не все знают, что это такое. А на прошлой неделе прямо в дневном небе у нас пролетел метеор. И наши юные астрономы его зафиксировали. Вот это да, есть фотографии? Да. А где посмотреть? В нашем чате физика и астрономия Аллы Паруса. Поделимся. Ну это серьезно, это действительно круто, когда ребенок приезжает из лагеря и начинает рассказывать что-то, что, возможно, и родители-то не знают. Потому что это... Мы в чат обычно помещаем ежедневные фото и видеоотчеты о том, как проводят лето ребята. Родители говорят, возьмите нос, организуйте, пожалуйста, смену для взрослых. А вот, кстати, вот эта вот ситуация, потому что сейчас родители все-таки хотят больше контролировать своих детей, но мне кажется, потому что есть такая возможность. Я себя, помню, отправили в лагерь, ни телефонов, ничего нет. Вот вроде родительский день есть и думаешь, приедут или нет. Сейчас с развитием гаджетов и прочего проще взаимодействовать с родителями. Это на пользу пошло или наоборот замучивают вопросами? Очень хорошая тенденция того, что лагеря у нас находятся все-таки на отдалении от населенных пунктов. И там, как правило, не ловит мобильная связь, нет интернета. И поэтому ничего не мешает ребенку общаться с педагогами, общаться друг с другом, заниматься активной деятельностью, не отвлекают их телефонные звонки. И очень часто родители вызванивают, поймав нас, организаторов смены, с большой тревожностью, говорят о том, что же там у вас происходит, мы не можем дозвониться до ребенка. Мы их успокаиваем и говорим, уважаем родители, если все хорошо, если ребенок вам не звонит, и если мы вам не звоним, значит, все действительно хорошо. Если что-то произойдет, то, конечно, мы вам дадим сигнал. И этот сигнал будет мгновенный, срочный, и вы уже точно не скроетесь от нас. Поэтому, когда заканчиваются смены, многие родители в какой-то степени не узнают своих детей, потому что, как уже сказала коллега, они на самом деле приезжают совсем с другими впечатлениями к окружающему миру и совсем с другими мыслями о жизни. Мы поднимаем очень глубокие вопросы морали, очень глубокие вопросы ценностных жизненных ориентиров. И воспитание – это основной блок, который в этих профильных сменах действительно накрывает ребенка. И мне кажется, для детей, как правило, для многих, посещение смены – это какой-то переворот в его мироощущение, в его мировоззрение. А вообще дети сами в штыки не воспринимают, что там телефоны надо убрать, что такое вот привычное, что всегда было в руках, раз, все, теперь тебя, ну, не знаю, там… Лишили, ограничили, забрали. Да, 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 и такое, соответственно, агрессия. Даже взрослые у нас иногда плачут мальчишки, потому что происходит реально ломка. Дети подсаживаются, у них происходит, вот как у людей, игроманов, да, зависимых, вот эта привязанность к телефону, и первый-второй день, пока происходит процесс адаптации, да, в психологии мы это понимаем, ребенку очень трудно. На третий день, как правило, он понимает, что он хочет, и что есть другая возможность общения. Мы даже как-то снимали в юности такой ролик «Юность без телефона». Телефон это есть, да, камера работает, без интернета нам абсолютно нормально можно снять. И ребята снимали, что вот юности, нет интернета, вот они там ходили, ловили, где интернет. Это одна была команда. Вторая команда снимала у нас, как же наши родители в юности обходились без интернета. Да, то есть каждый повернул эту историю вот в своем представлении. Третья группа снимала. Ну вот, интернет закончился, все, мы тут телефоны выбросили, давайте будем общаться, будем пить чай, разговаривать, играть в игры. И многим это удается, я хочу сказать, с очень большим мастерством, потому что эти ребята, побывав на смене, они вырастают, они обратно приходят к нам уже с целью стать организаторами смены. Мы взращиваем вожатых, которые вместе с нами потом в течение учебного года будут сопровождать смены, те, которые профильные, коротенькие. Ну и, наверное, последний такой вопрос, коротенький, что можно, вернее, как определить, что смена прошла успешно? Дети уезжают довольные, румяные, просят у педагогов автографы, и, главное, обмениваются друг с другом телефонами, и потом встречаются после смены на совместные праздники, дни рождения, и общение продолжается после смены. Значит, все удалось. Здорово, спасибо большое за... Это самый вот лакмус. Да, самая хорошая оценка. Спасибо большое за интересную беседу, сразу душа тянется куда-то в загородный лагерь, хочется отдохнуть, да даже если и не отдохнуть, а весь день будет занят, одно главное, что без телефона. Очень хочется попросить наших сегодняшних гостей организуйте смены для взрослых, пожалуйста, мы будем первыми, кто к вам приедет. Заберите нас с собой. Да, мы с вами хотим в свои смены. Еще раз спасибо за интересную беседу, напомню телезрителям, что этим утром у нас в гостях были Дикова Наталья Владимировна, региональный координатор проекта «Навигаторы детства», профильная смена «Содружество Орлят» и Явтушенко Марина Сергеевна, руководитель образовательных программ Центра выявления и поддержки одаренных детей в Ульяновской области Аллы Паруса. Вы смотрите «Утро» с репортером. Мы продолжаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова